40 километров на снегоходе по воде или 30 кругов. Именно столько наметил для себя Николай. Ангара – сложная и непокорная река. Кружил спортсмен более двух часов. Победный финал уже был близок, однако прямо на ходу заглох мотор. Ну, утонул я примерно на 26-м кругу. И был очень сильно расстроен. Думаю, ну вот, я не проехал, опять ничего не получилось, надо было там что-то еще побольше подготавливаться. Но когда я вышел на берег и достал прибор GPS, регистрирующий дистанцию, оказалось, что я на 20 километров превысил свое собственное достижение. Которое в России перед этим за 8 лет так никто не смог побить. Ватеркросс – так официально называется этот вид спорта. Мировой рекорд – 212 километров, который установил скандинавский экстремал. Свой первый – сироссийский. Николай выполнил 8 лет назад и посвятил его рождению сына Матвея. Тогда от Листвянки до Танхоя он прошел 40 километров. Нынешний вершине экстремал рад, но уже задумывается о будущих достижениях. За 59 километров с лишним, которые я преодолел, у меня осталось в запасе только 3 литра топлива. Значит, на следующее достижение мне нужно серьезным образом подработать над скоростью прохождения маршрута стабильной. Потому что снегоход, он может ехать и в три раза быстрее, но его начинают подкидывать сильно. И от этого можно очень быстро устать, и это приведет к тому, что попытка будет неудачной. Просто можно перевернуться или еще там что-нибудь. Чтобы рекорд был официально признан, необходимо организовать специальную экспертизу и подготовить соответствующие документы. Сегодня Николай все бумаги отправил в Москву. Решение может быть принято уже в ближайшее время. Вот только для своих земляков экстремал уже стал настоящим рекордсменом. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.